итак всем привет я давно не снимал свои видео поскольку мне было лень снимать их выкладывать youtube поэтому ну я не приставал играть в летсплей много чего там надел, потом всем все покажу но сейчас это будет туториал по редстоуну по такой крутой штуке придумал это не я, а один майнкрафтер я это просто переведу на русский язык как все это построить вот такая потайной проход то есть можно продлевать во все стороны куда вам нужно то есть вообще очень полезная вещь но не так уж и много места занимает давайте смотреть сначала мы ставим сюда рычаг делаем вот такую штуку тут ставим и два клика тут один клик блок потом копаем вот такую ямку вот такую теперь делаем максимальную задержку тут без задержки так давайте пока не будем спешить это потом нам пригодится только так делаем вот так ставим ставим тут полную задержку и сюда без задержки делаем вот так сюда редстоун сюда факел сюда факел здесь репитер с двумя кликами сюда редстоун здесь ставим блок здесь факел сюда ставим два липких поршня сюда ставим один липкий поршень так здесь мы делаем вот так здесь вот так сюда ставим липкий поршень что теперь можно единственное что нам посмотреть то что при включенном состоянии в выключенном рычаге у нас тут должен быть должны быть ступеньки значит у нас сейчас рычаг если не горит у нас тут ступенька тот блок сюда мы ставим блоки мы должны еще поставить без задержки репитер вот уже теперь мы тут роем яму сюда ставим ой поршень липкий здесь мы проводим вот так редстоун без задержки тут максимальная задержка теперь что нам нужно поставить здесь мы ставим обычный поршень тут мы ставим 6 липких поршней и ставим вот так блоки тут теперь займемся тем как все это подключить это можно спрятать если хотеть чтобы было все красиво сюда ставим редстоун сюда репитер на двух кликах на двух кликах делаем вот такую вот типа пирамидки сюда два редстоуна и вот так вот репитер на максимальную задержку теперь сюда два репитера без задержки теперь все это прячем сюда ставим блок сюда ставим тупеньку тупеньку точнее лесенку или как они там еще называются вот тут мы делаем вот такую вот штучку и вот так вот все это угараживаем чтобы было все красиво все закрылось все открылось закрылась и открылась для удобства сделать вот так и поставить сюда рычаг но это не очень удобно поэтому я вам сейчас расскажу как сделать так чтобы все это работало более на удобном варианте делаем все так два блока идем сюда будем тут сделаем сейчас генераторы коротких импульсов сделаем их в количестве две штуки которая будет вести к тифлипфлопчику сейчас мы его построим этот тифлипфлопчик немножко отличается от других тифлипфлопчиков но мне он больше всего нравится потому что он на мой взгляд самый компактный из всех что только есть тифлипфлопчик делаем вот так сюда поршень сюда блок и вот он наш тифлипфлопчик готов кладем сюда вот так и теперь нам нужно сделать еще один генератор коротких импульсов для этого нам нужно немножко отсюда отойти пойдем куда нибудь сюда и вот тут его построим так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать о как раз подходит значит все будет у нас работать исправно теперь ставим сюда два репитера делаем так соединяем и еще пока я не забыл тут нужно про инвентировать сигнал ну правда я там не так компактно получилось вон там компактная версия потом я покажу тут мы просто ставим любую кнопку и от нее ну берем сигнал идем 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 можно вот сюда проверяем 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 и что то не так на одном из репитеров поставить задержку два открылась 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 нажали закрылась открылась закрылась imore закрылась и так далее Так, ну вот я вам покажу вот эту версию Просто тут я решил не жалеть пространства И у меня получилась такая вот штучка Вот так она все открывается Открывается Вот мы тут закрылись Следующий идущий Нажимает на рычаг Открывается Он прошел, нажал Потом следующий идущий Опять нажимает на рычаг Опять все открывается И так далее, и так далее, и так далее И еще В этом выпуске я вам покажу Вот такой вещи Как поднимать Лут Вверх по течению С 100% вероятностью То, что он дойдет до верха Вот возьмем яблочки Допустим, это наш урожай Заводим И бросаем Ну, допустим, сюда он будет сваливаться, наш урожай Вот так набросали, набросали Я обещал То, что будет 100% Значит Это То, что Вот тут Будет 64 Штуки яблока И не меньше Еще плюс этого сооружения Нам не нужны Липкие поршни Вот они Яблочки То есть Работает почти Не замедляя Их него движение По течению Так, еще чуть-чуть Вот Все сейчас дополывает Мы собираем И смотрим, сколько тут их получилось Вот все 64 Давайте теперь я вам покажу, как все это построить Для начала нам нужна площадка Допустим, тут Мы строим Вот что-то типа вот такого Еще нам нужна вода Это само собой Вот И когда мы кладем сюда воду Она течет и останавливается вот тут Что мы делаем? Ломаем тот блок Ставим поршень Делаем вот такую вот штучку Делаем вот так Теперь Раз, два, три Тут Раз, два, три Это немножко другая версия с задержками Там было всего три Но там другая система Теперь мы Делаем вот так И считаем Раз, два, три Четыре, пять Шесть, семь Восемь, девять Ну и так мы можем повторять Сколько нам нужно То есть Если мы вот сюда Положим воду Она устанавливается Если нам нужно дальше повышать Ставим тут Опять Поршень Обычный Но так нам вот не нужно Я просто оставлю сюда блок Чтобы сюда все стекалось Теперь нам нужна система Которая все это сможет завести Вполне подойдет Генератор коротких импульсов Сейчас сломаю Чтобы сразу не заводить Только на одной из вот этих Должна быть Задержка в два клика Заводим И как вы видите Она не с очень большой скоростью Поднимает Но это будет не сто процентов Поскольку тут Шесть Ребитеров Если вас это устраивает Там будет процентов 80 То есть Два из десяти Лута будет пропадать Пропадать зря Поэтому Я советую делать Вот такую схему Без факела Вот такой вот И тут нам уже нужно Чтобы два были Без задержки Чего-то он не хочет Заводиться Вот Вполне можно завести Если на одном из них Сдержка в один клик Ну и вот вам Сто процентный Подъем лута Ну вот То есть Сумма сейчас у меня там В конце должно получиться Шестьдесят Четыре штуки Яблока Смотрим Сейчас все доплывает А ну а вы там на своем Месте подходите Собираете Вот они ваши Четыре штуки Ну все Думаю Это вам помогло В чем-то Не забывайте Подписываться Ставьте лайки Буду очень признателен Спасибо за просмотр Всем пока